Буквально несколько минут остается до начала педагогической конференции педагогов Дубовского района. Это всегда событие. Сегодня это событие особенное. Конференция начнется с обращения нашего президента, которое мы заслушаем в прямом эфире. Я бы сказала, что это обращение для всех нас долгожданное, с интересом. Вот мы обменялись мнениями в коридорах с педагогами. Ждут этого обращения люди, ждут того, о чем скажет наш президент. Мы связываем как депутатский корпус с этим обращением также свои дальнейшие планы, потому что за это время мы в очень большом количестве встречались с нашими избирателями. Конечно, этих встреч было очень много. И все те избиратели наши, все те граждане, которые приходили на прием, говорили только о том, что да, пенсионная реформа должна быть, но, конечно же, вносили свои предложения, корректируя ее уже, что называется, в первом чтении. Я за это время подготовила целый ряд запросов в профильные ведомства. Уже первые ответы начинают поступать. Это означает, что настало время поправок. По предварительным оценкам их около 13. Все эти поправки затрагивают как отдельные категории граждан, так и в целом концепции, концептуальные подходы к реформированию именно пенсионного законодательства. Я не слушала, потому что я пенсионерка, уже получаю пенсию. Мне поэтому все это неинтересно. У меня все хорошо. Против повышения пенсии, пенсионного возраста. Против. Сомнений по поводу этой реформы у населения очень много. И у людей разных возрастов и разных поколений. И президент, ну я думаю, что четко объяснил необходимость этой реформы. Суть этой реформы объяснил четко, доступна. Ну и самое главное, те проблемы, которые особо волновали, и были спорные, были конфликтные. Президент объяснил. Уступление у Путина всегда хорошее. В общем, ну, и намерения, конечно, хорошие при принципе. Но у нас в стране так бывает, что благие намерения всегда, но получилось, как у Черномыльдин говорил. Зачастую так и бывает, вы знаете, прекрасно. Что выйдет, посмотрим. Буквально предметно, отчетливо президент обозначил главные тезисы того, что же должно произойти в ближайшее время. И я бы сказала, что, пожалуй, такой красной нитью через все выступление нашего президента тезис о справедливости был самым основным. Убеждена, что если при принятии первого чтения мы принимали концепцию и только готовились к тому, что будем вносить какие-то предметные замечания и предложения, то теперь, с учетом того, что во многом нас сегодня в наших каких-то планах поддерживает глава государства, мы убеждены, что реформирование, изменение пенсионного законодательства будет по-настоящему справедливым для наших людей. На сегодняшний момент это самое важное. Отрадно, что наш президент сегодня обратил внимание на то, что нам необходимо беречь наших женщин. Мои поправки, предполагаемые поправки, конечно, касались именно этого. Я встречаюсь с огромным количеством женщин, матерей и понимаю, что эта категория та, на которую нам необходимо обратить предметное внимание. Президент предложил снизить предполагаемое повышение пенсионного возраста на три года. Считаю, что это очень правильно. Конечно же, для меня очень важно, что многодетные мамы, для многодетных мам пенсионный возраст и вовсе не будет повышен и останется в прежних критериях. Безусловно, очень важно, что президент отметил, что освобождение от налогов на землю и на недвижимость должно происходить вне зависимости достижения пенсионного возраста, а по достижению определенного возраста людьми. То есть так, как и было ранее. Это очень правильно. И, конечно же, для нас, для депутатов, очень важно, чтобы все те льготы, которые сегодня получают люди, и об этом также сказал президент, были сохранены. Я, конечно же, говорю и про федеральный аспект льгот, и, конечно же, про региональную составляющую, потому что не так давно депутаты областной думы поднимали этот вопрос. И действительно, нам сегодня важно прогарантировать человеку, что этот переходный период пройдет, ну, скажем так, безболезненно для каждого из наших избирателей. Продолжение следует...